Ребята, девчата, всем привет! Выпуск «Затерянные пещеры Эксалана» выходит уже со дня на день, а это значит, что нам будет полезно обсудить механики, с которыми мы будем иметь дело на этот раз. В этом выпуске нам, как обычно, будут доступны несколько новых и несколько уже знакомых нам механик, и сейчас мы поговорим о них подробнее. Меня зовут Олег, добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии! И перед тем, как мы начнем, я, как обычно, прошу поддержать это видео лайком, репостом и комментарием, а наш канал подпиской и нажатым колокольчиком. А если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на наш канал на платформе Boosty или отправив пожертвования через сервис Donation Alerts. Все ссылки есть в описании видео. Спасибо! Ваша поддержка важна для нас! И первой механикой нового выпуска, которую мы рассмотрим сегодня, является механика Craft, или Смастерить. Каждая карта с механикой Смастерить является двухсторонней. Мы всегда разыгрываем именно лицевую часть двухсторонней карты с механикой Смастерить. Текст способности Смастерить говорит о том, что для ее активации мы должны оплатить мановую стоимость способности, изгнать из игры перманент, который мы решили смастерить, и также изгнать из игры или из кладбища необходимое количество перманентов, указанного в тексте способности типа. И после этого мы возвращаем перманент, который мы решили смастерить, на поле битвы трансформированным, то есть повернутой обратной стороной. Механика Смастерить доступна во множестве различных вариаций. Например, мы можем смастерить с артефактами, с существами, с динозаврами и даже с пещерами. Мы можем активировать способность смастерить только на скорости волшебства, то есть в наш ход, а точнее в течение нашей первой или второй основной фазы и при пустом стеке. Механика Смастерить, как правило, рассчитана на позднюю игру, требует значительных инвестиций, но и обещает значительную отдачу от реализации. Например, чтобы смастерить шедеврального хищника, мы должны заплатить 4 любых и 1 красную ману, изгнать из игры решетку Сахили, изгнать из кладбища или, возможно, даже из игры одну или несколько карт динозавров, и затем решетка Сахили возвращается на поле битвы трансформированной, то есть перевернутой на обратную сторону, которая представляет собой шедеврального хищника, чья атака равна суммарной атаке изгнанных динозавров. Отдельно стоит упомянуть, что кроме двухсторонних карт с механикой Смастерить, в выпуске присутствуют и обычные двусторонние карты, которые при трансформации просто переворачиваются с лицевой стороны на обратную, не покидая при этом поле битвы. Например, именно таким образом чары, изгибы и повороты трансформируются в землю-гребной лабиринт. Следующей механикой, которую мы рассмотрим, является механика Descent или спуск. Спуск – это новая механика, взаимодействующая с кладбищем. Мы уже встречали такие ранее, например, порог – трэш-холд, или буйство – делириум. Механика спуск добавляет заклинанию или перманенту бонусы, зависящие от количества карт-перманентов на нашем кладбище. Данная механика представлена в трех вариациях – спуск 4, спуск 8 и бездонный спуск. Спуск 4 дает некие бонусы за наличие на нашем кладбище четырех карт-перманентов, а спуск 8, соответственно, за восемь карт-перманентов на нашем кладбище. Например, Аковали бурлящая башня получает пробивной удар и плюс-два-плюс-два за четыре карты-перманентов на нашем кладбище, а за восемь карт – дополнительные плюс-два-плюс-два и не может быть заблокировано более чем одним существом. Бездонный спуск, в свою очередь, является более гибкой версией этой механики. Он усиливает эффект за каждую карту-перманента на нашем кладбище. Например, вот эта Чупакабра при выходе на поле битвы дает существу под контролем оппонента минус х, минус х, где х – это количество карт-перманентов на нашем кладбище. Ключевое слово Descended или спускаться является родственным для механики спуск. Эта способность вознаграждает нас в том случае, если карта-перманента попала на кладбище в этом ходу. Данное ключевое слово, так же как и спуск, присутствует и на картах заклинаний, и на перманентах, а вознаграждение за срабатывание этой способности может быть самым разным и зависит от конкретной карты. Например, расплавленный коллапс позволяет нам на выбор либо уничтожить целевое существо или плэнсвокера, либо уничтожить не являющиеся землей или существом перманент с мановой ценностью один или меньше. А в случае, если мы спускались в этом ходу, расплавленный коллапс позволяет нам использовать сразу обе опции. Другой пример. В начале заключительного шага нашего хода предприимчивый прохвост создает сокровище, в том случае, если в этом ходу на кладбище попала карта-перманента. И тут следует заметить, что сокровище, взорванное для получения маной, является фишкой, а не картой-перманента, и хоть она и попадает на кладбище, но не активирует способность предприимчивого прохвоста. Следующей способностью, которую мы рассмотрим, является Discover X, или Откройте X. Способность Откройте X говорит, что мы изгоняем карты сверху нашей библиотеки до тех пор, пока не изгоним не являющейся землей карту с мановой ценностью не более X. Мы можем разыграть эту карту без оплаты ее мана стоимости или положить себе в руку. Затем мы кладем остальные изгнанные таким образом карты вниз нашей библиотеки в случайном порядке. Например, если геолог-оценщик выходит на поле битвы, мы можем разыграть или взять в руку еще одну первую найденную в колоде карту с мановой ценностью не более трех. То есть, в идеале мы можем за 4 маны получить эффект, который стоит 7 маны. Выглядит круто, не правда ли? Следующей новой механикой выпуска «Затерянные пещеры Эксалана» являются жетоны окончательности. Некоторые эффекты возвращают карту существа из кладбища на поле битвы, давая ему последний шанс на жизнь. Но если это существо вновь умирает, вместо того, чтобы вернуться на кладбище, оно изгоняется из игры. Начиная с этого выпуска, подобная функциональность будет отображаться именно при помощи жетонов окончательности. Например, мы можем активировать способность гадюки спирали души для того, чтобы вернуть какое-либо существо из кладбища на поле битвы. При этом мы кладем на него жетон окончательности. И если это существо с жетоном окончательности вновь умрет, то вместо того, чтобы попасть на кладбище, оно будет изгнано из игры. Механика Эксплор, или Разведка, пришла в этот выпуск из прошлого, оригинального Эксалана. Эта механика привязана к существам и отражает их способность разведывать новые территории. При активации этой способности мы показываем верхнюю карту нашей библиотеки. Если это карта Земли, то мы берем ее в руку. В противном случае мы кладем на это существо жетон плюс один плюс один и можем либо оставить показанную карту сверху нашей библиотеки, либо положить ее на кладбище. Например, путепроходный топорород использует Разведку, когда выходит на поле битвы. Следовательно, сразу при выходе на поле битвы он либо становится 5-4, либо позволяет нам очистить наш тапдек от Земли или стабилизироваться по мане. Что вроде как выглядит неплохо. Выпуск «Затерянные пещеры Эксалана» также привнес новый вид фишек – фишки «Географическая карта». Это фишки-артефакты, которые за одну бесцветную ману, повороты пожертвования позволяют нам использовать способность Разведка на целевом существе. И последнее на сегодня новшество выпуска «Затерянные пещеры Эксалана» – это новый тип земель. Собственно, пещеры. В этом выпуске есть пара десятков пещер и еще какое-то количество синергичных с ними карт. И это позволяет надеяться, что какая-то колода будет использовать их так же, как это было в случае с вратами в выпуске равника. Что ж, время покажет. А мы переходим к последней стоящей упоминании механики этого выпуска – и это цикл земель. Не так давно эта механика в очередной раз хорошо показала себя в выпуске «Властелин колец». И я думаю, что в этом выпуске она покажет себя не хуже. Цикл земель представлен пятью картами существ со способностью цикла для каждого типа базовой земли. То есть вы можете заплатить две маны любого цвета, скинуть эту карту и найти тот тип базовой земли, который указан в тексте способности. Например, сейсмический монстрозавр позволяет нам найти карту горы. Цикл земель – это полезная способность, позволяющая сделать многоцветные колоды гораздо более стабильными. И, на мой взгляд, это все механики нового выпуска «Затерянные пещеры Иксалана», требующие специального рассмотрения. Надеюсь, что это видео было интересным и полезным для вас. Если это так, то не забудьте поддержать его лайком, репостом и комментарием, а наш канал – подпиской и нажатым колокольчиком. А если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на страницу нашего канала на платформе Boosty или отправив нам пожертвования при помощи сайта Donation Alerts. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Берегите себя, играйте в Майдю и будьте клевыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok